Всем привет! Всем привет! У нас сегодня будет с вами необычный ролик. Ну, первое необычное то, что Юля будет в нём присутствовать в какой-то веке. А второе то, что ролик будет про мёд. Несмотря на то, что уже глубокая осень, уже заморозки, я уже показывал, до минус пяти доходит, у всех уже мёд скачан и продан. Но, тем не менее, факт налицо. Мы сегодня решили устроить конкурс медов. Почему вообще нам это в голову пришло, я расскажу попозже. И у нас на дегустацию будет три кандидата. Два наших мёда и один заграничный. Необыкновенный. Да, и один необыкновенный. Точнее, он не один, а их три, но он по сути один. В общем, сейчас обо всём по подрядку. А дело было-то вот как. В этом году я оставил, ну, буквально там, наверное, пару, там даже корпусов это не назовёшь, просто какие-то рамки навыбирал со своего второго точка, где у меня был посеян гектар фацелии. Я его оставил не скачанным, потому что мы хотели его... И оставил бы ещё на подольше. И оставил бы его ещё до весны. И, наверное, до следующего мая, если бы я не настоялась. До весны, но мы его скачали где-то полторы недели назад, наверное, или, может быть, две. Ну, я не знаю. В общем, буквально-таки недавно доскачали. И я его оставил в куботейнере так стоять. А сегодня, каким-то случайным образом, мы его открыли попробовать. И вообще, да, обалдели, потому что он нам напомнил по вкусу вот этот вот мёд. А этот мёд, он не простой, а новозеландский. Одна наша подписчица очень давно уже, наверное, отправила. Ещё, по-моему... Да, в сентябре он, наверное, нам пришёл. В общем, да, мёд новозеландский, это... Самый настоящий. Да, это только из новозеландских... Так, ладно, давайте продолжим. Там писать пошли, поэтому я сейчас расскажу про этот мёд. Этот мёд только получают пчёлы из растений, которые происходят в Новой Зеландии. Судя по всему, основа это всего манука. В общем, вот понятно. Манука, на тебе, ех мануку. А два другие, это рева-рева и тавари. Но, честно говоря, я не знаю, я так и не разобрался, в чём смысл. Это разные растения? Или, насколько я понял, это, может быть, какие-то производные от мануки, но по вкусу они разные. В общем, рева-рева и тавари и манука, это у нас будет один кандидат новозеландский мёд. Второй мёд, это наш обычный аборигенский мёд из сортов, из местных сортов цветочной флоры и фауны. То есть, это одуванчик, кипрей, сныть, морковник, и малина у нас в этом году была, и борщевик. То есть, всё, что было, всё, что в нём есть. Это вот он имеет такой цвет закристаллизованный, зёрна у него крупные, очень сладкий такой. Ну, в общем, я думаю, что многие его пробовали, кто у нас его покупал. И третий мёд, да, третий, это просто неземной цвет имеет мёд, цвет груши, какой-то буквально белый мёд. Это тот, который мы сегодня откупорили в этом куботейнере. Это просто что-то с чем-то, консистенция тестообразная. Мы потом выяснили, кто нам первый подсказал, это Йориш? Он всегда нам подсказал, да. Как всегда, Йориш. Здесь есть описание в этой книжке медов. Ну и понятное дело, что мы проконтролировали контрольный, это в интернете посмотрели. Действительно, да, это мёд фацелевый получился чисто, потому что я эти рамки отобрал очень поздно. И на самом деле, когда я его скачал, просто какой-то такой, ну, мёд и мёд, как обычно. Но когда он закристаллизовался, получилась вот такая вот тестообразная масса, очень приятная. Вот как крем-мёд прямо на... Да, пробовать. Нет, я расскажу, я расскажу про него. Очень вкусная, я не знаю. Просто я, я... Сейчас у меня что накипело, выскажу. Мне тут и пчеловоды знакомые говорили, которые сажали там 30 соток фацелий, что вот фацелий, мёд, он такой невкусный, сякой. И кто-то из подписчиков говорил, ну, видимо, на любители, но этот мёд вообще как что-то невероятное. Ну, в общем, это не победитель ещё. Но, в общем, сейчас будем... Всё, попробую. Всё, всё, попробуем сейчас и сделаем, так сказать, заключение экспертное, что вообще... Какой мёд самый лучший, наш или их? Так, ну что, первый мёд у нас будет какой? Это моя луна. Да, я свою возьму. Первый мёд у нас новозеландский. Новозеландский. Скажу сразу, что мёд очень необычный. Такого у нас точно нет. Мёд, это... Ну, он очень вкусный. Да. Он, да, да, рево-рево. Все эти три сорта, они имеют консистенцию подобно фацелий, вот такую тестообразную. Ну, вот этот немножко... Как это? Джавари? Тавари. Кристаллы такие нежные. Ну, вот прям приятно. По консистенции очень разительное отличие от вот этого нашего аборигенского мёда. Ну что, давай пробовать. Ну чего? Мне Ева не даст попробовать, я тебе буду баночки подавать. Да, давай. Давай сначала реву-реву. Ева. Ну всё, давай, все нельзя, Медей, тебе. Да, двое у тебя есть. Рева-рева. Меня вообще-то видно, Рева-рева. Рева-рева. Ну, сама не верю, они все имеют вкус неизвестной национальности. Этот... Они все, вот как в детстве, аскорбинки были у нас-то. Пачечки такие белые, типа конфет завёрнутые в белую бумажку, там такие рулоны, батоны, аскорбинки, аскорбиновой кислоты, или как она так называлась. В общем, все имеют... Попробуй, попробуй. Вкусно? Очень вкусно. Все имеют такой вот отдалённый привкус. Немножко, да, лекарственным, по-моему. Да, хони и фри-вариус. Кстати, прошу, займёте внимание, в какой фасовке этот мёд продаётся. Не так, как что привыкли. Даже нас, наверное, удивило. В трёхлитровую банку засунуть лапу свою с блинами. Это нет, тут вот, тут даже ложка не пролазит, чтобы его есть. Какие-то мини-ложки специальные, или вот жопкой ложки надо его отковыривать. В общем... Дай мне попутать. Рева-рева. Вот пока Ева не видит. Не знаю, не описать никак этот реву-рева вкус. Как я сказал, напоминает вот эту аскорбиновую кислоту. Мне напоминают какие-то ягоды. Ну, тоже, наверное, новозеландские какие-то, да? Ну, я специалист. Манука. Манука более мягкая, кстати, и тягучая. Манука. Манука, да, Ева. Манука. Ну, как и мне. Манука мне больше всего нравится, но она более сладкая и приторная. На. Ещё поем. Поешь ещё, Ева, поешь. Манука, да. Манука не знаю, что напоминает. Не отобрал. Да не отобрал, на. Дай мне тогда эту товари. Подожди, Ева, подожди. А товари вообще жидкий. Ева, смотри, даже смотри, целые две банки. Рева-рева. И такая ещё. Вот, кстати, товари, по-моему, больше всего похож по вкусу. Ну что, все новозеландские меда у нас распробованы. Ну, скажу сразу, наверное, это всё-таки для жителей Новой Зеландии. Потому что для наших желудков и мозгов такой не подойдёт. Следующий будет мёд. Это наш самый настоящий мёд без примесей буржуйской фацелии и прочего. Обычный наш аборигенов мёд. Такой крупинистый. Да, очень крупинистый. И не такой ароматный, кстати говоря. Ну, не сказал бы, что... Ну, он сладкий, вкусный, он такой красивый. Но он не такой... Вкус имеет насыщенный. Дай мне попробовать после тех медов. Ну, не знаю, но вкус насыщенный, но довольно крупный кристаллик. И в нём при усадке... Усадка. Он прям другой. Усадки даётся. Ну, конечно, другой. Он наш, наш родимый мёд. Но теперь-то самый лучший мёд, опять покажу, белейший мёд. Это, скорее всего, фацелевый. Ну, тут процентов на 99,9, что это чистая фацелия фактически получилась у нас. Ай, даже не знаю, как на него и смотреть теперь. Ну, он необычный, конечно. Да, это просто повергло в шок меня, что, оказывается, этот мёд на самом деле... Йориш, компетентное мнение его я ещё раз озвучу, придерживается позиции, что это один из самых лучших медов. Первосортный мёд, естественно, обладает насыщенным вкусом, ароматом, нервной консистенцией. И я с ним полностью согласен, потому что это просто какой-то невероятный прекрасный мёд. К сожалению, в этом году мы его не продаём. Всё, один пробует. Обалдеть. Да? Конечно. Мы его не продаём, потому что у нас вот этот токомёд, который мы себе оставили... Нет, но он всё-таки похож на новозеландский. Но он немножко, да, чем-то напоминает новозеландскую. Вот именно у него такой вкус прям вот лекарства. Лекарства? Вот лекарственный мёд фацелевый. Ну, в следующем году я постараюсь с весны засеять фацелией, чтобы всё-таки купажировать наш мёд, разбавить его фацелией. Потому что, ну, мне реально очень понравился этот оригинальный вкус. И я не знаю, почему кому-то не нравится. Наверное, потому что вы, может быть, где-то покупали действительно не фацелией и мёд, а непонятно что. Потому что в разных интернет-магазинах этот фацелией и мёд выглядит по-разному. Но мы руководствуемся именно источником описания, которое в книжке, в научной, дана. Поэтому пыльцевого анализа, конечно, у нас нет, но это он точно. Потому что он был фактически весь незапечатанный. Поскольку только пчёлы его собрали поздней осенью. И я, честно говоря, не ожидал, что он сядет за 5 дней или сколько там, за неделю. Но я его хранил специально в экстремальных условиях. Я уже много раз рассказывал, что можно хранить мёд, например, у вас дома в шкафу, в тёмном месте, без воздействия солнца. И он будет стоять там месяцами и не закристаллизуется. А можно его хранить в экстремальных условиях, в температурах таких близких к нолю. И вот за неделю, пожалуйста, целый куботый мир мёда превратился у нас вот в такое вот тестообразное беленькое. Да, у него очень интересная текстура, прям вот как крем-мёд. Ну вот действительно необычный. В общем... Ну что, Ев, какой мёд тебе больше всего понравилось? Я знаю, какой у нас манука. Нет, может быть фацелиевый, Ев. Какой мёд тебе больше всего понравилось? Вот этот! Я же говорю, манук. А этот попробуй, но попробуй! Манука! Может быть этот тебе больше всего понравилось? Ммм? Ну как вкусненько? Да что, какой больше нравится? но я отдаю свой голос в общем за фацелевый мед и за свой мед а я мне очень мне понравился новозеландский мед он необычный но великая одна беда есть у новозеландского меда что новозеландский особо нам его не добыть но мы можем немножко купажировать наш мед разбавить и получить почти новозеландский мед если добавить фацелию я потому что в больших раздумьях находился сейчас что мне все-таки сеять весной фацелию или какой-нибудь другой медонос но наверное решил что опять весной именно ранней весной сам вообще со сранья посею фацелию распашу раскультирую и все чтобы чтобы получить наконец-таки этот мед и поделиться им с вами в общем наверно на этом все вот получил конкурса видимо не получилось у нас был один явный фаворит это его варит его да она победила всеми да уже почти все банки доела да наверно надо пора заканчивать в общем все на этом все надеюсь что получится всем его дать попробовать когда-нибудь следующем году попробовали ну скажи еще раз тебе какой больше понравился я давать на какой-то какой-то реварева его 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 ладно все я попробую еще съем одну давай заканчивать одну ложку все пока пока нет пока пока скажешь пока пока после этой дегустации потому что много не съешь да вот его теперь на нюшнет никогда мы конечно хорошо придумали на ныне глядя метку то жахнуть поэтому надо вон молоко есть в общем да мед этот мед лучше есть на чем-то потому что сейчас готов ведро воды выпить и больше не хочется ну все теперь точно все это закруглились